Ну, впервые у меня эта проблема обнаружилась в лет 10. До этого у меня не было никаких, в принципе, абсолютно проблем. Я очень рано начал, в общем, просто читать, ну, и в, как бы, это, в общем, просто в школе не было никаких, там, в принципе, проблем, ничего, но в лет, как бы, в принципе, 10 у меня был, ну, небольшой, в общем, просто стресс и вот, ну... И я на задержке этого, как бы, их дыхание, их, я, ну, их хотела, это, как бы, сейчас. На задержке, это, в принципе, дыхание. Подать голос. И, ну, у меня не получилось, в общем, в принципе, нормально подать. После этого, ну, в начале, это, как бы, была, это, в принципе, несущественная, в общем, просто проблема эта, ну, были, может, какие-то небольшие, в общем, просто запинки. Таких новых, темней, да, не мешало, мне, там, выступать, как бы, это, в принципе, на сцене, и, ну, их, не было, никаких, там, этих, в принципе, проблем. И, это, ты, неоднократно, и, ведущим, и, не было, ну, никаких, этих, там, ну, проблем. новых след как бы принципе примерно в короче 16 сейчас это проблема чужих стала более более существенней и я вначале обратился в центр программы брисмейкер с помощью ее занимался примерно полтора года были все очень как бы переменчивые успехи но все в итоге ни к чему не пришел и после этого лет 19 я обратился к снежку и угождай только себе и своему телу чтоб было удобно и комфорта и комфортно комфортно точка моего комфорта а не комфорта других речь вслух это четкое и точное обслуживание своего речевого аппарата самим говорящим извлекай звуки из таблицы 1 и таблицы 2 как игра на музыкальном инструменте чтобы его не заклинило у речевого аппарата инструмента звука два режима пауза авто и звук таблица 1 и 2 если нажать силой паузе то будет режим потуги напряга мышц ступора и не отвлекаясь от речи на людей надо всем вокруг сказать мысленно или даже вслух так всем замолчать я говорю не отвлекайте меня пока я говорю то есть делаю речь да и по всем прочим делам своим телом вождению машины забиванию гвоздя и прочим важным действием в которых человеку нельзя мешать когда он их делает чтоб он не отвлекался и не запнулся даю людям понять что пока я говорю чтоб они не отвлекали не перебивали и даю понять что пока говорю что я на них все равно никак не буду реагировать так как внимание полностью на своем деле речи своем деле и для себя обычно люди говорят так все замолчали я говорю то есть говорим окружающим о том что пока ты говоришь ты для них перестаешь существовать и их замечать обращать на них внимание или реагировать на их действия ты смелый оптимист голосящий все и везде без выбора или трусливый пессимист прячущий голос на черных словах и ситуациях смена ситуации это твоя перефокусировка своего фокуса внимания между единицами информации 1 плюс 1 плюс 1 и так далее они движение движения людей и объектов вокруг тебя в любой ситуации сводим внимание к одному слову одной мысли и рожаем его для себя речевым аппаратом внимание слова про себя 1 и 2 таблица плюс речевой аппарат равно речь слово вслух обслуживай свой речевой аппарат прилежно почему наедине с собой я говорю хорошо а ты это кто и наедине с кем вторым ты наедине с рукой ногой окружающими предметами наедине с кем ответ луч внимание внимание наедине с речевым аппаратом и его действиями под под его контролем внимание внимание одно и место для него одно и действия одно основной авто режим речевого аппарата пауза второй сознательный режим звуковые невроз желание угодить всем децентрированность на себе и своих действиях так теперь словарик а теперь словарик пересказывает теперь словарик пересказывает по два-три слова сейчас абазинский абазины аббат аббатиса аббревиатура абберрация абзац аббисинский абитуриент абонемент абонировать абордаж абортивный абразив абракадабра абрек абрикос абрикосовый абсолют абсолютивный да на следующий набор давай сейчас бабка бабник бабочка бабуши багаж багажник багет багор багроветь багроветь багажник багрянец багрянец багряна багряный багульник бандбентон бадья база базальт базар а теперь на ремонт но хотел со мной сейчас борьбе не нормально говоришь на следующий звук сейчас и при этом помни сознательно те правила которые мы с тобой проходили хорошо и правильно выставляйте приоритеты важенка важнецкий важничать важность ваза вазелин вазон вакансия вакантный вакса вакуум ваканалия вакцина вакцинировать вал валамов валандаца валентность валериана валерьянка валек валик валить валиться валка на следующее гагара гагарка гагат газоузский гагаузы гад гад гадалка гадание гадательный гадать гаденыш гадина гадить гадкий гадюка гадюка гадюшник гаерничать гаечный гаечный газоват газель газета газик газировать газировка газифицировать газа газовать газовщик газогенератор гад 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 спины гад 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 да 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 и потом уже нормально уже на чистовике так делаю постоянно есть какие-то сомнения газообразный газопровод сейчас к за убежище газа убежище газа убежище гаитяне гаитяне гаитянский гаишник гайдамаг гайдук гайка гаймарит гаймаров теперь пробую три слова запомнить и перескать них гала галактика галантерея галантный галдеть галдеж галерея галета галетчик галиматья галифе гадалка галаман галамания галон галый гальский галлюцинация галлюцинация не забывая в слове галлюцинация удобная для себя артикуляция эти амплитуды про которые мы с тобой говорили единственное верное правило единственный верный вариант это удобный вариант галлюцинация 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 так галлоп галлопировать галочий галочка галоши галстук да окей теперь смотри закрываешь словарик или просто не смотришь налить воды из закупоренной бутылки научитесь произносить слова легко даже если вы при этом заикаетесь попытайтесь избавиться от привычки насиловать свою речь вместо этого прибегайте к легкому заиканию заикаетесь спокойно и со знанием дела вы почувствуете разницу не боритесь с самим собой во время разговора одним из показателей того боритесь ли вы или нет является величина давления воздуха во рту попытайтесь не создавать повышенного давления за губами или языком заикаетесь с расслабленными губами и языком зачем создавать баррикаду за которой создается повышенное давление это может быть нелегко выполнить однако мы также рекомендуем когда вы доходитесь одни попрактиковаться в расслаблении речевых мышц вам следует сначала специально напрячь их особенно в область рта затем снять напряжение расслабить мышцы постарайтесь почувствовать разницу также вы должны при разговоре протягивать первый звук слов которых вы опасаетесь затем вам следует сделать медленный переход к остальным звукам слова это касается лишь трудных слов здесь уже не требуется протягивать все звуки всех слов как было рекомендовано в экспериментальном упражнении что касается протягивания начальных звуков то следует отметить что существуют так называемые взрывные согласные которые невозможно протянуть к таким согласным относятся р, б, т, д, к и другие тем не менее вы должны легко произносить эти звуки растягивая остальную часть слова например в слове код сделайте легкое соприкосновение на звуке к а затем медленно перейдите к гласной а практикуйтесь говорить таким образом читая вслух по 5-10 минут в день находясь одни в комнате вы должны привыкнуть говорить с расслабленными мышцами речевого аппарата независимо от того заикаетесь вы или нет возможно когда вы находитесь одни у вас не возникает никаких трудностей во время чтения вы можете останавливаться ты читаешь походу лучше чем я и изменили Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok